Добрый вечер, уважаемые коллеги. Добрый вечер, Алиса Игоревна, Дмитрий Викторович, Ксения. Да, мое сообщение будет достаточно, наверное, коротким, и я хочу, наверное, продолжить тезис, который Алиса Игоревна озвучила по поводу связи, по поводу и в своей работе как руководитель образовательных программ. За последний год, надо сказать, наверное, было колоссальное количество этого общения. Мы все время стараемся инициировать, собирать, обрабатывать обратную связь после каждого проведенного семинара, тренинга, курса, программы и учитывать эту обратную связь для того, чтобы следующие потоки, следующие семинары были лучше и лучше. Поэтому наш базовый курс находится в постоянном дополнении разработки. Мы стараемся отслеживать самые последние новые тенденции, не только связанные с новинками, какими-то новыми исследованиями в области коммунитивно-поведенческой терапии, но также и внедрять различные образовательные тенденции новые, которые используются в передовых центрах преподавания развития коммунитивно-поведенческой терапии. Можно сказать, что за этот год мы постарались разработать комплекс таких упражнений для подготовки к итоговой супервизии базового курса. И, наверное, здесь, как нигде, у нас было очень много общения с вами, со слушателями, с коллегами, которые проходят базовый курс, которые готовятся к тому, чтобы перейти к итоговой супервизии, показать свои навыки, показать свои успехи, как я говорю, поделиться, похвастаться во многом. Ну и также озвучить те сложности, с которыми коллеги сталкиваются в процессе подготовки, в работе с клиентами и пациентами. И здесь мы постарались вместе с нашими спикерами, с нашими методологами, с отделом IT, разработать такой вот, как мы рабочие назвали, тренажер, упражнения для подготовки, где есть вопросы, направленные на знание определения определенных, некоторые такие кейсовые задачки, которые также позволяют тренировать некие навыки, концептуализации кейса, планирование терапии. Ну и постоянно этот тренажер находится в постоянном дополнении, в постоянной доработке. Мы все время стараемся что-то новое включать, чтобы он был подвижный, живой в какой-то степени, и приносил как можно больше пользы. А также мы все время пересматриваем, ну и в этом году в том числе, практику на семинарах базового курса. Мы понимаем, что достаточно большое количество у каждого спикера, у всех у нас есть опыта, которым хочется поделиться. Кроме того, благодаря нашему руководству Дмитрию Викторовичу, мы сами, преподаватели, находимся в постоянном процессе обучения. Соответственно, практику базового курса мы также пересматриваем, стараемся, чтобы ее было больше, и в следующем году ее будет еще больше, чем в предыдущем. И также мы стараемся пересматривать программу наших тренингов и навыков также на основе обратной связи от участников, от слушателей. Те сложности, с которыми сталкиваемся, сталкиваетесь, мы стараемся включить. Например, протоколу СМР, там особое внимание стали уделять, и дополнительные появились ТЭТИНы, да, то есть такие тренинги, навыки, техники и навыки, простите, тренинги, направленные на их формирование по концептуализации, по второму протоколу. Также второй протокол больший объем не представлен в базовом курсе. Также мы добавили тематические интервизии, на которых будет возможность на примере своего какого-то случая разобраться, может быть, увидеть также демо в ролевой игре, разными способами техническими, освоить и углубить свое понимание к концептуализации проблемоориентированной, концептуализации сильных сторон, второму протоколу, отдельным техникам и способам оспаривания дисфункционально-дисадаптивных автоматических мыслей и системы убеждений. Также мы подготовили тест на общепрофессиональные навыки, который позволяет свериться, ну, прежде всего, понять, насколько хорошо получается осваивать материал, который вы изучаете. Мы постарались каждому семинару и презентации подготовить не только список литературы, но и указать главы, даже страницы, где можно найти и почитать более подробно о том, что, ну, о тех основных темах, которые озвучены, которые будут проходиться на каждом семинаре. Мы также вот с этого года достаточно на регулярной, мне кажется, основе у нас получилось встречаться с нашими тренерами, ведущими техникой навыков. И это такие, ну, как интервизионные, можно сказать, встречи появились, которые, я думаю, полезны всем нам и позволяют улучшать качество ведения этих занятий. Что еще важного хотелось бы отметить? Наверное, важным моментом также хотелось бы выделить, что мы действительно, преподавательский состав, находимся в процессе непрерывного такого психологического образования. И как раз супервизионный курс, который в этом году успешно продолжается, был вот в предыдущем, в прошлом году, освоен нами. И в январе этого года мы, я имею в виду, в основном, да, это спикеры, преподаватели ассоциации, завершили его. И надо сказать, что весь этот год и прошлый год был насыщен у нас с супервизиями. Поэтому здесь мы, как и все участники базовых курсов, в принципе, очень в одной лодке нам приходится. И это важно, это интересно. Постоянно супервизироваться, записывать свои встречи с клиентами, просматривать их, анализировать по шкале CTRSR, рефлексировать на тему, а что можно было бы сделать иначе, а что можно улучшить в своей работе. И это, на самом деле, коллеги, бесценный опыт, который мы получаем, соприкасаясь, во-первых, со шкалой, со своими собственными переживаниями, когда мы смотрим со стороны на то, как мы ведем сессии. И, конечно же, мы получаем огромный, колоссальный опыт, когда взаимодействуем с супервизором, который подмечает достаточно тонко какие-то важные моменты, которые были упущены на сессии или которые были сделаны хорошо или, может быть, даже блестяще. Поэтому мне бы хотелось в следующем году наступающим пожелать всем побольше супервизий, потому что они действительно развивают нас как специалистов, позволяют видеть со стороны свою работу и делать ее более качественно. Мы, в свою очередь, в отдел образовательных программ продолжаем работать над повышением качества образовательных мероприятий, семинаров, тренингов. И впереди есть еще большое количество планов по улучшению семинаров, по их насыщению различными полезными практикоориентированными материалами и знаниями. И, кроме того, я думаю, что мы также будем продолжать получать обратную связь от вас и использовать ее во благо для улучшения и самого процесса обучения, делать его более удобным. И не хочется сказать простым, мне кажется, что обучение должно быть сложным, потому что мы действительно учимся и учим сложным вещам, работаем с другим человеком. И поэтому на пути вот этого освоения сложного пути хочется как можно больше полезных вещей реализовать, сделать этот путь интереснее, насыщеннее. Я думаю, наверное, на этом я завершу свою такую часть доклада и передам слово Дмитрию Викторовичу. Дмитрию Викторовичу.